ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте! Что с флагом уже был, пацаны? Да, Тупори, вечно ты опаздываешь! Мария Ивановна, извините за опоздание! А можно сесть на место? Тупори, ты третий раз в две недели опаздываешь в школу! Ты знаешь, что это значит? А! То, что сегодня среда! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слышь, пацаны, я что-то не пойму! Вообще просто! Сегодня в столовке взял котлету, такое ощущение, что это мясо стало в два раза больше! Вам так не показалось? Ну да, какие-то очень вкусные котлеты сегодня были! Пацаны, вы не в курсе? Сын главной поварихи в первый класс пошел! Вот и котлеты с мясом! Ничего себе! А до этого что-то мне интересно! Ну что, Тупори, видел твой батя в дневнике? Надо же было так написать! Ваш сын ничего не знает! Видел, видел! Хе! Так о бате у меня не промах! Смотри, что он ответил тут же! Так для этого я его, говорит, и отправляю в школу! Потому что он ничего не знает! Тупорев, ты что делаешь? Ты что, не знаешь, что парты нашей школы признаны летописями? Тупорев, ты что, летописи решил отдавить? Это как? Что это вообще? Чего это? Да потому что по ним можно узнать, кто был лохом с 1987 года! Так это в прошлый век! Точно! Четыре, пять, шесть, клево! Это зачем тебе так много денег? Чего так много? На обед всего лишь? Как тебе мама дает столько денег? Я не понимаю! Ну, моя мама всегда звонит в столовой и узнает, почем обед! И моя тоже! Училке, правда, звонит! Слабо вы лохи! Моя мама тоже звонит! Только я ей оставляю номер телефона самого дорогого ресторана в городе! Ладно, сегодня я угощаю! Так уж и быть! Затупин! Я не могу тебя понять! У тебя всего лишь один иностранный язык, и ты не можешь его выучить! Ну, Марья Ивановна! Ну, Марья Ивановна, ну и вправду! Ну, почему один иностранный? Английский и геометрия! Геометрия! А, да! Ты еще забыл! Химию, физику назвать! Ну, все понятно! Школа с иностранным уклоном! Угу! Так, дети! А сейчас пишем сочинение на тему, как я провел лето! О, да! Клево! Пацаны, это ж нормальная темка! Можно и написать! Затупин, дай мне маленький листик! Мне много не надо! Лично тебе, Тупорев, напоминаю! Сочинение не может состоять из одного слова «зашибись», как в прошлый раз! Написал! А сейчас, дети, у нас викторина по русской литературе! Первый вопрос! Кто написал сказку «Стойки оловянный солдатик»? А, А, Андерсон! А полное имя? Это... Помэла! Помэла Андерсон! Ха-ха-ха! Э, Затупин! Чего кростный такой? Да проклятый склероз! Затупин, ну разве бывает склероз в твоем возрасте? Ого! Конечно, бывает! В диктанте написал «склероз!» Ха-ха-ха! Даже я знаю, что надо «сссс», хотя забыл! И у меня «склероз!» Слышь, Тупаль, что такое грустно, а? Ну вот, смотри, по анатомии, по контрольной, двояк А чего тебе двояк? За шпаргалку, с которой пытался списать Ты же говорил, что шпоры не писал, Лёв Да не писал я шпоры, я хотел у себя ребра посчитать Получилось, как шпаргалка подглядывая Так, Затупин, задача для тебя, слушай условия Допустим, у тебя в кармане 10 долларов Брат тебе дал ещё 10 долларов, сколько у тебя всего денег? Так и останется, 10 долларов Затупин, ты совсем не знаешь математики, 10 и 10 Нет, Мария Ивановна, это вы совсем не знаете моего брата В смысле, не поняла, Затупин? Мария Ивановна, да вы просто его брата не знаете Да в жизни он не даст этому Додику 10 баксов Все? Цыц, вообще-то я про математику, а не про ваши родственные отношения. Так, дети, вопрос на засыпку. Допустим, вы в темном помещении во время грозы погладите кота против шерсти. Что вам бросится в глаза в первую очередь? Кот, Мария Ивановна, кот вам первый бросится в глаза против шерсти. Ха-ха, еще и в грозу. Ну не мне, а вам. Вы ведь будете гладить. Шутники нашлись тут. Так, сейчас у нас урок русского языка. И первый вопрос. Назовите мне приставки, которые вы знаете. Тупорев, отвечай. Чуя, чуя. А, легкотня. Супер Ниндендо. Ммм, Иксбокс. Линейка Сони Плейстейшн. От единицы до четерки. Хотя, че, я вру. Пятерка ж уже вышла. Да. И плойка пятая есть. Ха-ха, легкотня. Мария Ивановна, ставьте мне пятерку, пожалуйста. Тупорев, мы не в магазине игровых приставок. У нас урок русского языка. Я же подсказала в начале. Да, Тупорев, ну ты реально жор. А че? Так, ребята, все выполнили домашнее задание, которое я вам задавала? Да, конечно, Мария Ивановна. Да, конечно, Мария Ивановна. Тупорев, я не слышу ответ. Чуя, Мария Ивановна? Чуя опять? Ну, не выполнил, ну. Тупорев, я уже устала. Сколько можно? Что сложного, чтобы выполнить маленькое домашнее задание? Ну да, Тупорев. Ну, попросил бы списать хотя бы, как обычно. Ага. Я, Мария Ивановна, это... Батя Оль, ну, папу попросил помочь. Книжки я потом получил. Он сказал, что те, кто учебники пишет, Они, наверное, со своими детьми домашку не делают. Тупорев, Тупорев. Сразу понятно. Папа пошел. Че, реально? Ржак. Так, я не поняла. Вы че ржете на уроке, как табун лошадей? Э, Мария Ивановна? Да тут просто анекдот прикольный. Батанов рассказал. Батанов рассказал. Ну, расскажи, Батанов, расскажи. Вместе посмеемся. Ничего я не рассказывал, Мария Ивановна. Мария Ивановна, да я пошутил. У него интеллекта, но такие анекдоты не хватит. Давайте я вам расскажу. Да, еще анекдотов мы на уроках не слушали. Ну, давай, разведи обстановку. Ну, ладно, это. Слушайте внимательно, Мария Ивановна. Короче, училка сдохла. Да что здесь смешного, Тупорев? Да подождите, Мария Ивановна, выводы делать. Да слушайте до конца. Училка сдохла. Ее пятипластик Иванов убил своей тупостью. Да, Тупорев, да. Жизненно. Подумай. Мария Ивановна, Мария Ивановна. Мария Ивановна, можно, пожалуйста, один вопрос? Вопрос? Затупин от тебя? Ну, давай. Мария Ивановна, скажите, пожалуйста, можно ли наказывать человека за то, что он не делал? Ну, конечно, нельзя наказывать человека за то, чего он не делал. Мария Ивановна, так и не наказывайте меня. Я домашку не сделал. А что так можно было, да? Я тоже. Пятый же. У вас один человек в классе учится, все остальные лентяи, бездельники, прогульщики. Вы вообще задумывались, кем вы будете после окончания школы? Я хочу быть айтишником. А ты кем? Ну, а я водителем. А ты кем? Этим. Ахри. Ахри. А-а-а. Архитектор-окулист. А что это за профессия такая новая, архитектор-окулист? В чем она заключается? Глазки строить. Туполев, ну видно же, в облаках витаешь на физике. Что тебе непонятно? Давай попробую объяснить. Хочешь, давай я тебе объясню. Или я. Не, пацаны, спасибо. Марья Ивановна, спасибо, конечно. Но это... Когда я сижу на уроке физики, я даже не понимаю, что именно я не понимаю. Черт, черт. Да, тяжелый случай. А сейчас, дети, скажите, чему нас учит сказка Александра Сергеевича Пушкина о рыбаке и рыбке? Марья Ивановна, а можно я? Я реально готовился. Я у папы про это проконсультировался. Ну, Марья Ивановна, пожалуйста, ну можно я белую двойку исправить? Впервые так вижу. Ну, Туполев, уже удивляешь. Давай, отвечай. Ха, спасибо. Значит так, Марья Ивановна, Эта сказка учит нас, что неуемный рост потребления в современном капиталистическом мире неизбежно приведет человечество к экологической гуманитарной катастрофе. Вот так. А что? Рот закрой. Ха-ха-ха-ха. А-ха-ха-ха. А-ха-ха. Ничего себе. Бу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова